Царь стоит посередине Польши с большим войском. Султан сердился, грозил войною, визирь был в отчаянии. Ему объясняли, что русские войска вышли из Польши в Померанию, а из Померании назад им другой дороги нет, как опять через Польшу. — Вы нас обманули, — приказывал визирь говорить Шафирову. — Зачем вы при заключении мира не сказали, что вашим войскам ни в Померанию, ни из Померании, ни от другой дороги, как через Польшу? Вы нас обманули, и султан на меня гневается. 24 сентября визирь позвал Шафирова в конференцию и объявил. — Если вашему государю нужен мир, то определите теперь путь, каким ваши войска могли бы пройти из Померании домой, только не через Польшу, а если пойдут войска из Померании через Польшу, то знайте, что мир разорвется. — Неприятели царского величества, — отвечал Шафиров, — внушают вам, что русские войска в Польше и проходят через нее. Русские войска находятся в Померании, и когда нужно им будет возвращаться назад, то могут сыскать путей довольно. Но мы здесь, не зная воли государя своего, определять ничего не можем. — Если б было нужно идти им и через Польшу, то этой дороге только на несколько миль. Мы вам объявим, когда они пойдут через Польшу, и вам от этого прохода войска опасаться ничего не следует, потому что от их дороги до ваших границ 200 миль. О Померании вам говорить не следует, потому что о ней в договоре не упоминается. Визирь настаивал на своем. Нам дела нет, что царские войска теперь в Померании. Царское величество как изволит. Хочет Померанию берет, хочет не берет. Нам нужно только, чтобы русские войска шли из Померании, не через Польшу. Не думайте, что мы придираемся, желаем нарушения мира. Мы говорим только для того, чтобы совершенно окончить пункт о Польше, который всего нужнее Порте. Если царское величество изволит и впредь чужие земли и города воевать и забирать, то пусть для прохода войск своих сыщет другой путь, только не через Польшу. Шофиров принужден был при посредстве английского и голландского послов составить следующую статью. Царские войска будут возвращаться из Померании в Россию морем. Если же понадобится им возвратиться зимою сухим путем, то должны идти не через Средину Польши, но близ берега Балтийского моря, владением польским и могут пройти этим путем только один раз. Но за эту статью Шофиров получил выговор от царя. Претензия турская, писал ему Петр, чтобы не захватывая Польши, наши войска шли из Померании в Россию. Не иное, что только чтобы из вас, вымуча письмо, иметь причину разорвать мир. Ибо зело удивительно, что сами говорят, что иного пути нет, а идти заказывают. А что вы говорили морем, и того за неприятельским флотом учинить нельзя. А что через датскую землю, то разве вы разума отбыли? Будь воля Божья! Лишь иб наша была правда. Не утешишь, кто хочет зла ничем, а наипаче чем невозможно, ибо землю переделать нельзя, ниже море осушить. А хотя бы криле и мели, то б через онную же землю лететь, а для отдохновения на онной же б садиться. Что же о выводе войска? Истина. Никакого нет. О статье, впрочем, скоро забыли. 25 октября возвратился Салахор из Польши и объявил, что в ней русских войск еще много. Тогда, несмотря ни на какие оправдания и отговорки, послов заперли и потребовали от них обязательства, что русские войска выйдут в два или три месяца из Померании. Хотя через Польшу, потому что пока русские войска будут в Померании, царь не может отнять руки от Польши, и турки не могут быть безопасны. Так как мы на это никак согласиться не можем, то не знаем, что из этого произойдет, доносил подканцлер царю. Произошло то, что Шафирова, Толстого и Шереметьева заключили в Семибашенный замок, позволив взять с собой только по три человека. Ноября они писали государю. Посадили нас в тюрьму Едикульскую, в которой одна башня до две избы, всего сожених на шести, и тут мы заперты со всеми людьми нашими, всего в двухстах пяти человеках, и держат нас в такой крепости, что от вони и духу в несколько дней принуждены будем помереть. 29 ноября султан выехал в Адрианополь, разославший объявления о войне и указы о сборе войска. Но война, писал Шафиров Головкину, противна всему турецкому народу и начата одною султанскую волею. Султан с самого начала не был доволен миром на прути и взыскивал с великим гневом на визире и на других, зачем не воспользовались тогда, как должно, счастливыми обстоятельствами. Султан непременно хотел начать войну в прошлом году, но визирь с муфтием, янычарским агою и главными офицерами почти силою принудили его к миру законною причиною. Потому всяким образом искал он случая, как бы разорвать этот мир и поспешил воспользоваться известиями, привезенными Салахором. Хотя и разглашено в народе, что война начата по справедливости, однако многие в том сомневаются, и если она будет неудачна, то ожидаем народного восстания против султана. Но когда-то будет еще восстание. А теперь война объявлена, и царь должен снова вести борьбу на севере и юге. Канцлер Головкин подал мнение. Так как Царское Величество имеет теперь против себя двух неприятелей, и большая часть войск наших в Померании, то надобно против турок вести войну оборонительную и фельдмаршалу Шереметьеву стоять при Киеве с войсками регулярными. Когда неприятель будет приходить к Днепру, то надобно затруднять его поход войсками нерегулярными, истреблять запасы, выжигать траву, и если неприятель приблизится к Киеву, то гетману с казаками стоять на сей стороне Днепра и не допускать его до переправы. Губернатору Казанскому Петру Апраксину с корпусом своим и с калмыками стоять у Полтавы, а царедворцам у Белгорода или у Севска и смотреть, чтобы не впустить татар в Украину. Если турки, пришедшие к рубежам польским, пошлют с королем шведским и его приверженцами часть войск для привлечения поляков к своей стороне, а король Август и гетманы потребуют от фельдмаршала помощи, то послать часть войск нерегулярных, отобрав лучших, а если нужда потребует, послать к Белой Церкви или полонному отряд регулярного войска из конницы для устрашения неприятеля. Только смотреть, чтоб последний не отрезал этот отряд от Киева. Киевскую старую крепость надобно держать и без крайней нужды не покидать. Белую Церковь и полонная, кажется, можно держать до тех пор, пока неприятель не подойдет к Днестру. Когда же он подойдет к этой реке, надобно из полонного и из Белой Церкви гарнизоны вывезти и последнюю разорить. Киевскую губернию для наступающей войны надобно по возможности от податей обольготить. Малороссиян, как в Киев, так и в прочие гарнизоны, кажется, можно ввести, хотя и до половины против солдат, ибо они прежде и недавно в Полтаве в гарнизонах были и держались хорошо, и не неприятно будет это другим малороссиянам. При Гитмане Скоропадском для советов и всяких осторожностей надобно быть кому-нибудь из знатных людей. Если падет подозрение на кого-нибудь из знатных малороссиян, то брать их к себе и удерживать политично. Если же кто явно изменит, с таким поступать, как с изменником для устрашения других. Волохам, сербам надобно давать жалование, дабы, смотря на то, и другие из этих наций в службу приходить охоту имели. В России хотели вести войну оборонительную, а султан отправился в Адрианополь для наступательной войны и отправился с большими надеждами. Французы и шведы указывали ему важные выгоды, которые он получит от восстановления Станислава Лещинского на польском престоле, ибо тогда Польша будет постоянной союзницей Турции. Король шведский, придя в прежнее свое состояние, вступит в австрийские владения, и порта в союзе с ним возвратит города, потерянные ею Венгрии по последнему миру. Французский посол отправил с Понятовским следующий мемориал для вручения султану. Если царь Московский опять станет просить мира, то надобно предписать ему следующие условия. 1. Города около Азова по берегу реки Дона на 50 часов езды должны быть разорены. 2. Украина должна быть отдана или Турции, или хану Крымскому. 3. Король Август должен отказаться от Польши. 4. Надобно принудить царя к миру с королем шведским, причем царь должен возвратить все свои завоевания. Он непременно будет просить мира, ибо не в состоянии бороться в одно время с султаном, ханом Крымским и королем шведским, тем более, что в Померании войска его и союзников его побеждены. Новый 1713 год русские послы встретили в Семибашином замке, с ужасом помышляя, что-то будет летом, когда и зимою с трудом можно было дышать в тесном заключении. Но вот начали проникать к ним в тюрьму приятные слухи, что у султана не лады с королем шведским. Узники сначала боялись верить, но слухи начали все более и более подтверждаться. И, наконец, 8 марта Шафиров отправил к царю радостное донесение. «Можно признать милость Божью явную к Вашему Величеству, что, видя Вашу правость, посрамил неприятелей Ваших и обратил чудесно мечи их, изощренные на Вас, в междоусобную между ними брань. Вашему Величеству известно, с какой горячностью султан стремился к начатию этой войны, несмотря ни на чьи советы. И сначала при великую ласковость шведскому посланнику и понятовскому и через французского посла королю шведскому показал шестьсот тысяч левков к нему послал, лошадей и других даров много, советовался с ним тайно и явно о действиях воинских. Но потом, вдруг, неизвестно с какой причины, отменил свое намерение. Причина была ясна. Султану внушали, что как скоро он объявит войну, то царь сейчас же пришлет к нему с просьбой о мире и примет все предписанные ему условия. Но царь не прислал. Значит, он силен. Значит, француз и швед обманули. Надобно будет весною идти в Польшу или Россию. А что, если неудача? Война начата против народного желания. Вспыхнет восстание. И можно будет поплатиться престолом и жизнью. По приказанию султана хан отправился в Бендеры уговаривать Карла XII ехать с ним и с его татарами немедленно через Польшу. Король, разумеется, стал отговариваться. Научил и татар бить челом султану, что им нельзя ехать. Боятся войск царских и саксонских. Султан послал жестокие указы королю и хану, чтоб шли непременно. Те не трогались. Султан послал в другой раз, чтоб шли без отговорок. В противном случае пусть король приезжает к нему в Адрианополь. Хан испугался и вместе с Бендерским Пашою стал принуждать короля к походу. «По варварскому обычаю», как писал Шафиров. Сурово. А король по своей солдатской голове удалой стал им в том отказывать, гордо, причем присланный султаном конюшей, грозил ему отсечением головы. Король на это вынул шпагу и сказал, что султанского указа не слушает и готов с ними биться, если станут делать ему насилие. Тогда турки отняли у него корм, пожгли припасы и амбары и окружили его войском. Карл окопался около своего двора, убрался по воинскому обычаю, приготовился к бою, велел побить лишних лошадей, между которыми были и присланные от султана, и приказал их посолить для употребления в пищу. Султан, узнавший об этом, послал указ взять Карла силою и привезти в Адрианополь. Если же станет противиться, то чинить над ним воинский промысл. Так началась эта разумная с обеих сторон война, по выражению Шафирова. Когда турки и татары приблизились к шведскому окопу, то Карл начал бить по них из двух пушек и мелкого ружья и побил немало. Турки привезли пушки из Бендер. Когда окоп был разбит, то Карл, храбрый и первый в свете солдат, по выражению Шафирова, засел в хоромах своих и отстреливался из окон. Турки зажгли хоромы. Мудрая голова стал перебираться в другие хоромы, но на дороге был обойден янычарами и взят в плен, потерявший четыре пальца, часть уха и кончик носа. Карла с киевским воеводою Потуцким посадили в Бендерах в тюрьму, окружавших его шведов и поляков, мужчин и женщин, частью побили, частью разобрали турки и татары по себе и распродали. Турки, доносил Шафиров, не ради и стыдятся, что объявили против вашего величества войну и в разговорах девятся, для чего ваше величество никого к ним не пришлет для обновления мирных договоров. Шафиров и Толстой воспользовались этим оборотом дел и отправили в Адрианополь, находившегося у них на жалование переводчика при голландском посольстве Тейльса, мушит султанским ближним людям, чтобы они возобновили переговоры с ними, Шафировым и Толстым, ибо царь не пришлет другого посла, опасаясь и ему такого же злого трактамента. Посланный успешно исполнил свое поручение, и 21 марта Шафирову Шереметьеву велено было приезжать в Адрианополь. Как здесь шли дела, всего лучше видно из донесения Шафирова царю от 17 апреля. Мне стыдно уже доносить вашему величеству о здешних происшествиях, потому что у этого непостоянного и превратного правительства ежечасные перемены. Визирь Юсуф Паша, преданный России, был сменен Сулейман Пашою, врагом ея. Сулейман Паша был сменен Ибрагим Пашою, который прежде был капитан Пашою. Ибрагим начал было склонно поступать к интересам вашего величества. Нас, освободя из Едикула, взяли сюда для трактования о возобновлении мира, а господина Толстого с остальными людьми, велено освободить и сюда отпустить. Визирь обнадеживал нас, что непременно мир будет возобновлен, а потому не знаю, по какой причине, верно по наговору, обещаниям или дачам французов, которые денно и ночно трудятся, чтобы возобновить войну, превратный визирь 13 апреля собрал Великий Совет и объявил, что надобно ему идти в поход к границам вашего величества и взять с собой у нас и польских послов. Но вслед за этим Ибрагима сменили, и Рейс Айфенди велел сказать Шафирову. Радуйтесь перемене визирской, она вам выгодна. Султан переменил Ибрагима, увидав, что он дурак. Не может делами порядочно управлять и превратен. Был мужик простой из морских солдат. Два дня, посидите тихо, а потом вас позовут. Но Шафиров не мог сидеть тихо и написал два мемориала для султана и муфтия. Потому что, писал Шафиров, французский посол и понятовский мечутся, как бешеные собаки, и я принужден ныне последней силой и умишка в том употребить. За грех ныне я весьма один и не имею помощника в советах, и для того ожидаю с желанием господина Толстого. Когда начались переговоры, то турки выставили два новые пункта, на которые Шафиров никак не мог согласиться. Первый пункт состоял в том, чтобы возобновлена была ежегодная дача Крымскому хану. Второй в том, чтобы граница проведена была между реками Самару и Орелью, и по этой границе с турецкой стороны поселены были запорожцы, изменившие Россию. Для отстранения первого пункта Шафиров обратился к хану, дарил его, обещал дать в Адрианополе тайно 30 тысяч левков, обнадеживал, что и царь будет обсыпать его подарками. Но хан был непреклонен, прислал подарки назад с ругательством, грозил, что если послы не согласятся на эти два пункта, то будут посажены в ямы и сгниют. Рейс Эфенди также прислал сказать Шафирову, что если два пункта не будут приняты, то непременно откроется война. И по неже доносил Шафиров царю 16 мая, нам делать более нечего и на оси два пункта позволить невозможно, полагаемся на волю Божью и готовы страдать за интерес ваш. Только радуемся, что хотя с бесчестием нашим а сия компания бесплодно у них пройдет, ибо время упоздало, только надлежит в доброй готовности и вооружении быть от нападения татарского. На новых конференциях послы согласились, чтобы граница была проведена между Самарою и Урелью наполовине, но никак не согласились на поселение здесь казаков, изменивших Россию, не согласились и на ежегодную дачу хану, хотя турецкие комиссары объявляли, что мир, заключенный без этого условия, не может быть крепок. Турки грозили впадением стотысячного татарского войска в пределы России. Шафиров отвечал, царское величество от татар никогда опасения не имел и не имеет и трактует с портою, а не с татарами, ибо их мужество русскому народу знакома. Удалось им теперь за миром войти в Россию и побрать в плен подданных царских, к чему они заобычны всегда, а во время войны биться не умеют и не охочи. Насчет киевской границы послы согласились, чтобы она была по договору заключенному султаном Магометом, то есть ниже местечка стаек, а от этого местечка до самой сечи городов строится не будет. Согласились и на то, чтобы царь не въезжал в Польшу, хотя бы и без войска, а войска русские должны оставить Польшу в продолжении двух месяцев. Шофиров согласился на эти условия без указа царского и для оправдания своего изложил рации, для которых он с Толстым рассудили отважиться на заключение мира. В рациях говорилось, хотя эти варвары турки и безумны, и непорядочны, однако сильны, многолюдны и безмерно многонадежны, и ныне имеют благовременство, ибо имеют таких учителей, которые все интересы и силу не только российского государства, но и всей Европы знают и им непрестанно внушают. И именно французского посла с его секретарями и переводчиками Лищинского с гетманами его в Бендерах и здесь от них Понятовского и Кришпина. Головы приострые. Король шведский, хотя не умен, но при нем есть несколько министров и генералов умных. Орлик и прочие изменники, черкассы и запорожские и донские казаки сведущие о всем внутреннем состоянии государства его величества. А им всем промотор и ходатай хан нынешний крымский. Человек приострый из-за неполучения своего запроса удачи погодной весьма на нас непримирительно озлобившейся. Так что ничем его склонить не могли. Мавро Кордата сказал нам «Не думайте, что войска турецкие пойдут прямо на Киев, ибо и сами они то ведают, что им то опасно трудно. У них есть способ лучшей войну продолжать через короля Шведского и Лещинского, дав им денег довольно и знатным корпусом войска везти их в Польшу и принудить онную отступить от Августа, принять Лещинского и соединить оружие против Царского Величества, ведая, что Франция и иные области христианские королю Шведскому против Царского Величества вспомогут. Притом Порта, имея у головы умные, знатные из царских подданных, надеется и казаков на свою сторону склонить. Шофиров беспокоился тем более, что считал канцлера Головкина своим врагом. «Я имею сильных неприятелей», писал он, «меж которыми ясно себя мне показал главный мой товарищ, господин канцлер. Во все мое двухлетнее здесь пребывание ни одного указа и обстоятельного ответа мне не прислал, а только отвечал о приеме моих писем». В своем беспокойстве подканцлер обратился к царице Екатерине Алексеевне. «Мы новый договор о мире на мире поставили, однако же в том обретаюсь великой печали, что сие принужден учинить, не получа нового указа, поняже тому с восемь месяцев, как ни единой строки от двора вашего, ни от кого писем не имели. Того ради прошу о всемилостивейшем представительстве к Государю, дабы того за гнев не изволил принять, что я не смел сего случая пропустить, и сей мир заключил, дабы изволил повелеть на сей трактат немедленно прислать ко мне подтвержденную грамоту, чтобы от медления присылки тех грамот, как и в прошлом году ученено, неприятели ваши не нашли паки случая сей мир разорвать, и мне бы сирому вашему рабу от их варваров не пострадать смертью, как и ныне те многократно угрожали и всеконечно убить хотели, называя нас обманщиками, и пять месяцев в такой тюрьме нас морили, в которой ежели б неявное чудо Божье нас спасло, невозможно бы было живым быть, и понеже я сирой никакой иной помощи и заступления, кроме вашей государской милости, которую я взыскан не имею, но наипаче чаю заочно и многих неприятелей безвинно имею, того ради преподаю к стопам ног вашего величества, со слезами прося меня своего раба по всемилостивейшему обещанию своему, данному мне при отпуске моем, всей погибели не оставить. 14 июня новый великий визирь Али-Паша созвал к себе сановников и офицеров и спросил, начинать ли войну из-за двух пунктов, которых не принимают русские послы. Муфтий, которому Шафиров посулил 10 тысяч левков и Мех Сабулий отвечал, что война будет незаконной, ибо царь выполнил условия договора. Остальные согласились с мнением Муфтия, и это решение отправлено было к султану, который отвечал, что и он согласен на мир. А 15 августа послы были обрадованы письмом Головкина от 15 июля из Петербурга, что царское величество доволен заключенным договором. Покончили с турками, не щадя ни червонных, ни мехов соболих, отклонили опасную войну, могшую помешать счастливому ведению войны северной. Надобно было вознаградить и союзников, поставленных в очень неприятное положение прудским миром. В октябре 1711 года царь получил грамоту из Черногории от воевод, князей и прочих всех, живущих в пределах зетских и черногорских. Воеводы и князья писали, что они царские грамоты радостно получили, и по желанию государя радостно служить начали. Война началась 15 июня, и первая битва произошла близ Гацка, в Захелми, а другая там же, близ города Ниша. Полили деревни и села, а города взять не могли за неимением оружия. Еще имели битву с турками близ поморья Диоклетианова и турок прогнали. Черногорцы просили, чтобы царское величество наградил их за это и не дал в посмех, чтобы христиан привезть в соединение, не прельщались бы они на супостатские деньги по своей скудости. Известие о заключении мира при Пруте прекратило войну. Черногорцы заключили перемирие с турками. Петр велел выдать Милорадовичу пятьсот червонных для раздачи его с подвижником. Но сношения с Черногорией этим не прекратились. В ноябре 1713 года митрополит Даниил писал царю, прося решительного ответа, что делать черногорцам. «Мы с неприятелями до сих пор еще верного мира не имеем», писал митрополит. «Также и венециане озлобляют нас с тайным лукавством, сносятся с турками к нашему вреду, не пропускают купцов ни своих к нам, ни наших к себе». Торговля остановилась, и народ живет в тесноте и скудости. «При милости висший государь, царь непобедимый, презри на озлобление наше, наставь нас, что нам делать? И как от врагов наших спасение получить?» Посланник владыки архидиакон Максим ждал ответа до конца 1714 года, когда ему на его статьи было объявлено «Боярьи и воеводы тамошних мест, которые не могут оставаться в Отечестве своем или хотят переселиться в государство его царского величества, могут приезжать в Россию с свидетельством от митрополита. Им будут даны земли, годные для поселения, а денежные дачи за нынешним военным временем дать им невозможно. Монахи, разоренных турками монастырей, не имеющие места и пропитания, также могут переселяться в Россию и жить в здешних монастырях. Знаков милости царской, как то портретов и тому подобное, давать теперь за мирным с турками постановлением невозможно, разве когда турки вступят действительно в войну с венецианами и в такое состояние придут, что опасности от них не будет. Митрополиту архиерейские одежды, книги и прочие церковные украшения дано будет, а грамот к митрополиту и к народу теперь послать нельзя, ибо неизвестно, где они теперь обретаются. Есть известие, что они турками разогнаны и укрываются по разным местам. В 1715 году приехал в Россию сам владыка Даниил и получил за разорение от турок 10 тысяч рублей, полное архиерейское облачение книги. Кроме того, министры тайного коллегия Головкин, Шафиров, Петр Толстой приговорили сверхпосылаемых в Черногорию церковных сосудов одежд и 10 тысяч рублей послать за их службы 160 портретов для начальных людей всего на одну тысячу золотых червоных. Наконец, государь, ведая подлинно, что Черногория разорена турками, за то, что жители ее единоверны с русскими и за то, что во время последней войны они сражались за благочестивую веру, соизволил из монастыря Цитинского Черногорского Рождества Богородицы присылать в Россию через два года в Третьи за милостыню по двое и по три монаха да по двое и по три бельца, которые будут получать в каждый приезд по пятьсот рублей. В царской грамоте данной при этом сказано «За нынешнюю долгопротяжную с еретиком королем шведским войною, на которую многие иждивения употреблять мы принуждены, дабы онную, как наискорее окончить, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждение учинить. А впредь, когда мы мир благополучный получим и от притяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за ту вашу верную службу, вяще наградите». Милорадович вступил в русскую службу и сделан был гадецким полковником. Кроме него вступили в русскую службу другие молдавские, воложские, сербские офицеры, турецкие и цесарские подданные. Их разместили. полковников Кегича и Танского в Киевской губернии с их офицерами и рядовыми, а Валахского полковника Геню четырех ротмистров, поручика, девять офицеров, двух капитанов сербских и сто сорок восемь рядовых сербов в Азовской губернии. Для житья им и контентования отведены в слободских полках. Полковникам по местечку или по знатному селу, а прочим офицерам по нескольку дворов. На хозяйственное обзаведение даны деньги и хлеб, причем им объявлена царская воля. Для лучшего им офицерам удовольствования и пожитка даны будут земли, на которых могут они поселить людей своих народов, и потому пусть таких людей к себе призывают, пишут и посылают за ними в свои края нарочно. Над этими людьми будут они иметь военное время команду, а в мирное время от них пожиток. В приведенных сношениях Шафирова с турецким правительством впервые выразилась ясно-тесная связь турецкого или восточного вопроса с вопросом польским в русской истории. Француз и швед постарались открыть глаза туркам, и те начали повторять, что для них важнее всего, чтобы царь не вмешивался в польские дела и не вводил войск своих в Польшу. По этой тесной связи двух вопросов мы должны обратиться к Польше и посмотреть, как определились отношения ее к России в описываемое время. Спеша загладить позор прудские успехами в Северной войне и зная, что эти успехи во многом зависели от союза с Польшей, возможности проводить войска через ее владения, Петр 17 июля, извещая своего посланника в Польше князя Григория Долгорукого о прудском мире писал «Можешь короля верно обнадежить, что этот мир служит к великой пользе нашим союзникам, потому что теперь мы праздны со всей армией и пошлем как можно скорее добрую часть войска к Померании и сами пойдем в Пруссию к Эльбингу, чтобы там ближе иметь сношение об этом деле». Мы видели из писем царя к Шафирову, что заставляло его медлить выводом русских войск с юга польских владений. Тоже писал он и Долгорукому в начале сентября. «Я виделся у Ржевузского со всеми гетманами и прочими принципалами, которые единогласно просили, чтобы не выводить войско нашего. Они очень боятся, чтобы мы не оставили их вовсе. Я их накрепко обнадежил, что не оставим. Бог весть их внутренние, а ныне не в пример кажутся ласковы». В случае крайности Петр решался вывести все войска из Польши, но он никак не хотел понимать известного пункта Прудского договора так, что он не имеет права проводить свои войска через польские владения и, двигая их в Померанию, дал в октябре такой наказ сыну своему царевичу Алексею. Что делать в небытии моим сыну моему в Польше? Первое. Сбирать магазины и устроивать по рекам обеим вартам, которые тянут в Померанию, а именно на 30 тысяч человек на 6 месяцев по 2 фунта хлеба, по полфунта мяса или по четверти фунта масла, крупчетверть, четверика на месяц, соли фунт на неделю. И для сего надлежит устроить комиссаров, как своих, так и польских, и сначала универсалы послать с сроком, а потом посылать на экзекуцию офицеров и солдат. Второе. Под онные магазины надобно приготовить плотов и судов, что при первом вскрытии воды возможно онные сплавить к штетину сей магазин, кроме того числа, которые ныне в осень отпустить за корпусом Бауровым. Третье. Для сего магазина употреблять драгун, которые оставлены будут от корпуса Баурова, а над их офицерами всегда посылать офицеров от гвардии и наперед перед посылкой всем офицерам сказать. Ежели кто через указ возьмет, что у поляков, то казнен будет смертью, и чтоб все тот указ подписали, дабы никто неведением не отговаривался, а кто сие приступит и от крик срехта обвинен будет, то без всякого пардона экзекуцию чинить, и самому накрепко при тех крик срехтах смотреть, дабы фальши не было. Сию экзекуцию совершать, не описываясь до полковника, а буди полковник или выше кто-то учинит, таких по осуждению крик срехта держать за караулом и писать к нам. Но немцы, поступавшие в русскую службу с единственной целью обогащения, продолжали думать, что строгие указы царские относятся только к русским. Вот что писал князь Василий Владимирович Долгорукий о поведении одного из этих западноевропейских казаков. Определен был к моей дивизии генерал-квартирмистр фон Шиц в то время, когда обе дивизии шли от прудской границы к Торну. Тогда еще начал помянутый генерал-квартирмистр показывать себя, брал с поляков червонные. Я ему говорил, что Бон от взяток унялся, но он не унялся. Начал брать деньгами и подводами под свой багаж и за фураж хотел брать деньгами. Приезжал ко мне комиссар с великою жалобою, также и шляхтич, у которого Шиц взял десять лошадей до Данцига, послал человека своего на двух лошадях, а остальных взял с собою и не хотел отдать, просил десять червоных. Потом стал он меня просить, чтобы ему собирать провиант, а без того дело своего не хотел делать, и что польский комиссар без его воли ничего не делал. А комиссар мне сказал, если мне быть в его воле, то я пойду к королю, потому что я королем и речью посполитую назначен для прокормления русского войска. А в пунктах от фельдмаршала нам написано, по вступлению в Польшу требовать провианта от комиссаров польских, если комиссары будут давать провиант, то на экзекуции для сбора провианта отнюдь не посылать. И я Шицу в сборе провианта отказал, потому что это не его дело. Управлял бы он своей частью, занимал квартиры на дивизию и расписывал по полкам, смотрел бы того, чтобы в квартирах была людям выгода, чтобы все были под кровлею, чтобы марши были невелики. На это Шиц мне отвечал, если не будет он собирать провианта, то не будет и своего дела исправлять. И поехал в Пруссию. А я, видя в нем такого на корысть слабого человека, дать ему волю боялся гнева вашего величества, особенно по нынешнему в Польше непостоянству. И от фельдмаршала нам в пунктах жестоко подтверждено, что все на нас взыщатся и за всю дивизию буду я отвечать. Весьма корыстный человек этот Шиц и никакого стыда в корысти не имеет. Генералу Боуру говорил, что он для того только и в службу вашего величества пошел, чтобы, идучи через Польшу, сумму денег себе достать. В конце 1711 года посол Долгорукий дал знать, что поехал лечиться в Карлсбад. Будучи в Дрездене 29 февраля 1712 года, он получил царское письмо. Сколь скоро допустит ваше здравие, писал Петр, то немедленно поезжайте на съезд в Варшаву, и там, будучи при королевском величестве и причинах речи посполитой, пристерегайте наш интерес, а особливо королю и кои надежнее поляки объяви, ежели будет, что происходить от турков о том пункте, который в мирном договоре у нас с ними учинен, что нам до Польши не интересоваться, то объяви, что онный состоит в той силе, что нам из их владения ничего к себе не присвоять и не претендовать и в их дела, которые касаются управления государства, не мешаться, а не в такой силе, чтобы войскам нашим не иметь проходу через Польшу в неприятельские границы, в помирание. И ежели будут о том так уж и о тех, которые при обозах обретающихся войск в помирании оставлены, турки упоминаться, то бы они писали от себя к туркам, что те войска по союзу их с нами, учиненному через воеводу Хелминского господина Диалинского, посылаются от нас ради действ в помирании против неприятеля короля шведского и что мы в их дела ничем не интересуемся, дабы в том у турков от нас всякие подозрения тем отнять, и чтобы они прежде назначенного воеводу Мазавецкого, конечно, послали от себя в послах к туркам и с ним о том к туркам писалиш. о семной паче королю говори, ибо его собственный в том интерес, ибо ежели они сегодня учинят, а турки, толкуя сей пункт инако, будут нам объявлять, что ежели не выведем войска, то войну объявят, тогда мы принуждены будем вывезть, и так все опровержится. Так же объяви королю, что мы обещанные войска в помиранию, конечно, пошлем, хотя против всякого чаяния турки и мир разорвали, и я сам буду, ежели они через посольство туркам против вышеписанного объявят, ибо у Киева для всякой осторожности фельдмаршала Шереметьева определили. Поляки ничего не имели ни против пребывания русских войск в Польше, ни против прохода их в помиранию через польские владения, только не хотели кормить их. По приезде в Варшаву Долгорукий писал Головкину в начале апреля. О сборе в Познанской магазин провианту от Королевского Величества указу и от поляков позволения здесь на семье до мучейся мне, ни которыми меры невозможно, понеже того и слышать не хотят, которых я никогда так противных нашей стороне не видал, как ныне, и не токмо до магазину провиант собирать, но и в проходе нашим войскам пропитание дать не хотят и с великим усилием, и голосами просят у короля, чтобы, конечно, изволил выдать универсалы, дабы войску нашему ничего не давать. Приезжая ко мне купно, бископ Куявский, канцлер Коронный Шембек и маршалок Сеймовый Гетман, польный литовский граф Денгов объявили, что, конечно, король удержать речь посполитую от посполитого рушения не может, токмо разве через те универсалы, которыми принужден был обещать, чтобы войскам нашим ничего не давать. Чего ради я довольно его королевскому величеству предлагал, дабы таких универсалов выдавать не изволил, и тем нас вящую ссору с поляками не приводил. И труждаюся, дабы онный Сейм был разорван или лиментован до иного времени, понеже изонного нашему интересу немалого пожитку не будет, ибо факции многие неприятельские происходят, которые Сейм чаю в скором времени окончатся, и по окончании онного в сенатус консилиуме буду по всякой возможности в интересе царского величества трудиться, а наипачи о магазинах для пропитания в помирании войск. Сейм отложили до декабря, но, грозя посполитым рушением, вытребовали у короля универсалы, чтобы не давать русским войскам продовольствия. Долгорукий объявил многим сенаторам и послам публично, что русским войскам, служа и умирая за них, без провианта ветром прокормиться невозможно. Король и доброжелательные поляки сказали ему, что русскому войску без провианта пробыть нельзя, только сбирать его надобно добрую манеру, без отягощения народного. Долгорукий написал царевичу Алексею Петровичу, что приказал сбирать провиант добрым порядком, не отягощая чрезмерно те воеводства, которые близки к помирании. Иначе жители покинут насеянную землю и уйдут за рубеж, тогда с пустой земли нельзя будет ничего получить. Король по секрету советовал Долгорукому, чтобы русские удерживали вторни суда с хлебом, плывущие по Висле, и брали с них провиант в магазин. Но Долгорукий не послушался, потому что в таком случае озлобление дошло бы до высшей степени, так как суда принадлежали знатным панам и богатой шляхте. Ослабление и без того было сильное. Князь Василий Владимирович Долгорукий с начала года несколько раз писал исторно, что поляки провианта давать не хотят. Из краковского воеводства выслали русского офицера Солового с великим бесчестием. Гетман Синявский повсюду разослал указы, чтобы не давали русским провианта. В роддоме собралась Рада. Съехались все сенаторы и со всех воеводств, и поветов, послы и комиссары и положили. Не давать провианта и русских офицеров, посланных за провиантом, выбить. Гетману и сенаторам стоило большого труда удержать шляхту, которая хотела непременно разорвать союз с Россией. 4 февраля приехали к Долгорукому вторн послы от Речи Посполитой и говорили, чтобы русские офицеры были выведены из воеводств и чтобы войска, стоящие в Польше по квартирам, ничего не брали. Если вы, говорили послы, будете сбирать провиант, то мы непременно все животы свои за вольность свою отдадим. Никогда не бывало, что без воли Речи Посполитой рассылали универсалы и экзекуции для сбора провианта. В следствии этих столкновений усиливалась партия недовольных королем Августом. На помощь этой партии Карл XII выслал десятитысячное войско, состоящее из поляков, казаков и татар, под начальством старосты Равского Грудинского Яна из Грудни. Вступив в Польшу, Грудинский разослал универсалы против русских и короля Августа и направлялся к Познане с целью захватить стоявшие там русские обозы и сжечь магазин. Это сильно встревожило в Варшаве князя Григория Долгорукова, потому что обозов и драгунских лошадей было много у Познани, а людей мало. Он немедленно отделил от войск князя Репнина и отправил к Познане три тысячи пехоты и один полк драгунский. Собрался и сам идти вслед за ними, потому что отовсюду приходили тревожные слухи. Поляки целыми хоругвями приставали Грудинскому. Воеводство Краковское, Сиратское, Калишское, Бескоролевских универсалов сели на коней для посполитого рушения. Любельское воеводство выбрало себе маршалком Торло, неприязненного королю Августу. Волнения коснулись и Литвы, где староста Бобруйский пристал к недовольным. Долгорукий писал Головкину, если король не приедет теперь в Польшу и войска наши выйдут в Померанию, то надо бно опасаться, что Польша и Литва взбунтуются на последнюю свою гибель и разорение, чем могут не только в Померании диверсию чинить, но и опять на несколько лет войну продолжить, потому что я никогда не видал королевскую партию в таком бессилии, как на нынешнем Семе. Противники королевские явно Долгорукий не напрасно беспокоился за Познань. Недалеко от этого города при местечке Пыздрах в июне месяце посланный грудинским стражник за гвойски напал на киевский полк и разбил его. Обоз был разграблен, полковник Гордон и майор Розен взяты в плен. Князь Василий Владимирович Долгорукий, бывший в Познане с войском, доносил, что несчастье случилось по глупости полковника Гордона. Князь Василий спешил поправить эту глупость и 15 июня при местечке в Ресне побил на голову соединенные войска коронного писаря Потоцкого и Грудинского, причем у поляков было 15 тысяч войска, а у русских 2700. Долгорукий преследовал неприятеля пять миль, многих побили и перестреляли, писал Долгорукий, а в полон я брать не велел под великим штрафом, велел рубить и стрелять, и рубили, как могли догнать, и они пришли великий страх и побежали в лес кое-куды беспамятно, и дали того гнать за ними стало не можно, понеже лошади нашей притомились. Неприятель стал прониматься калишу, и я писал кременторю Брюховскому, который отправлен от Синявского с войском и прибыл калишу, чтобы разбитого неприятеля как-нибудь пристерег, и они попали ему в руки. польские хоронгви сдались, а казаков запорожских и волоски хоронгви вырубил. Четырнадцатого сей огонь Божью милостью и счастьем при милостивейшего нашего монарха пресекся. В Польше огонь пресекся, но он зажигался с другой стороны. Грозила турецкая война. Причем России нужно было обеспечить себя насчет Польши. На Варшавский сейм, собранный в конце 1712 года, отправлен был коммергер и полковник князь Юрий Юрьевич Трубецкой в характере министра вместе с секретарем государственных дел Васильем Степановым. Они должны были требовать, чтобы короли Речи Посполитая помогали царю в предстоящей войне турецкой и выставили бы на границах войска свои, коронные и литовские, которые должны действовать согласно с фельдмаршалом Шереметьевым, стоящим с войском у Киева. Также, чтобы король отправил крепкие указы послу своему в Константинополе, стараться всеми силами об отвращении войны, представляя, что в Польше нет ни одного человека из русского войска. Если же турки не обратят внимания на эти представления, то объявить им, что король и речь посполитая с царем в Вечном Союзе и потому обязаны помогать ему. Если поляки станут упоминать о Лифляндии, требовать ее отдачи им по договору, то Трубецкой и Степанов должны были обнадежить их, что Царское Величество не изменит прежнего решения своего отдателя Фляндию Польше. Если же поляки не удовольствуются этим обнадеживанием и станут требовать немедленно отдачи Ливонии, то объявить им, что Царское Величество согласен пустить в Ригу несколько польских войск, которые будут содержать гарнизон вместе с русскими, а доходы будут идти в казну царскую. По окончании же войны страна отдана будет Польше со всеми доходами. Если поляки станут говорить, чтобы быть в Ливонии римским костелом, то объявить, что Царское Величество взял в Ливонию, причем обещано свободное отправление веры, и нарушить этого обещания теперь нельзя. Когда же по заключении мира поляки примут Ливонию в свое владение, то могут поступать в ней как хотят. В январе 1713 года Трубецко и Степанов приехали в Варшаву и застали еще семь. 17 числа король объявил им наедине, что по верным известиям турки войны не начнут и раскаиваются в том, что ее объявили. Донесите об этом Царскому Величеству, продолжал король, и напишите, чтобы не вводил войск в Польшу, ибо этим подастся туркам причина к войне. Трубецкой Трубецкой отвечал, что не надобно полагаться ни на какие известия, а заранее сделать все приготовления к войне и просил короля дать немедленное решение на все его предложения, чтобы обнадежить царское величество. «Отнюдь не упоминайте ни о чем на сейме», сказал король, «чтобы нам его окончить безо всякого помешательства, а после сейма буду всячески стараться удовольствовать царское величество». Трубецкой и Степанов доносили, что они сами видят на сейме много неприятельских факций. Если объявить царское предложение на сейме, то получится непременно отказ, и потому они посполитому народу ничего не объявляют, а напоминают о том беспрестанно Гетману, канцлеру и другим доброжелательным людям, которые после сейма обещают удовлетворить царским требованиям в Сенате. Сейм разорвался, то есть разошелся, не постановивший ничего. 11 февраля Трубецкой и Степанов подали королю мемориал, на основании своих инструкций получили ответ, что так как они не имеют полномочия, то дело должно быть отложено до приезда новых царских комиссаров с полной мочью, а теперь король может обещать одно, что весною коронные войска получат указ встать у коминца Подольского. После этого канцлер и епископ Куявский объявили Трубецкому и Степанову, что если будут присланы комиссары с полной мочью, но не будут иметь указа об одаче всей Лифляндии, а не одной только Риги, то польские комиссары не будут с ними вести переговоров. Трубецкой и Степанов уехали из Варшавы, поручившие все дела резиденту Дашкову. 1713 год прошел в тревожных ожиданиях, что предпримут Турки. В конце года русское правительство озабочено было слухами, что Август II хочет заключить шведским королем отдельный мир при посредничестве короля французского. Поэтому в начале 1714 года Головкин писал Дашкову «Разведывай секретно, через кого можешь, о королевских поступках и намерениях, которые могут повредить Северному Союзу, а что уведаешь или сам предусмотришь, о том давай сюда знать обстоятельно». Советник польского посольства в Петербурге объявил словесно Петру, что его король хочет заключить союз с Францией и посылает своего министра в Париж. Это заставило Петра написать Августу. «Не можем мы вашему величеству дружебно-братски не объявить, что нам сия негуциация с Францией видится не вовремя предпринятая и не иначе нам как зело подозрительно быть может. Хотя бы сияние негуциации имело целью только удержание Порте от разрыва, как ваш советник посольства здесь обнадеживал, однако мы не знаем, как можно было надеяться на французские обещания, имея в памяти прежние поступки французского двора, как сильно он всегда у Порте интересовался за шведа и искал его восстановление. Вашему величеству самому известно, какое тесное обязательство всегда между Францией и Швецию было, какой великий интерес Франция имеет в том, чтобы Швеция была сохранена. Вам также известно, какую непримиримую злобу король шведский всегда и теперь еще питает к вашей высокой особе. И хотя бы Франция убедила его эту злобу на некоторое время отложить, однако это будет сделано только для выиграния времени, что потом снова еще с большую силу обнаружить ее против вас. Кроме того, извольте рассудить, вы с нашего согласия приказали объявить, что мы готовы принять посредничество императора и обеих морских держав для заключения мира с Швецию. Какое же великое подозрение эта негуциация ваша с Францией возбудит у цесарей всего римского государства? И не будет ли цесарь побужден ею поспешить миром с Францию, который даст ему возможность вмешиваться в северные дела пред осуждению вашего величества, не упоминая о многих других вредных последствиях французского союза? По нашему мнению, французский король имеет единственную целью усыпить ваше величество и мнимыми обещаниями отлучить от союза? И хотя мы не думаем, чтобы вы допустили отлучить себя от союза, однако не можем не представить вам, какое попечение имели мы до сего времени о вашем интересе и удержании вас на польском престоле, как верно во всех наших предприятиях с вами поступали еще недавно всякое вспоможение против порта и обещали, и потому мы никогда не могли ожидать, чтобы ваше величество вступили в союз с Францией без нашего согласия и ведома. Получивший это письмо, Август отдал его фельдмаршалу Флемингу, потом сам поехал к нему и долго с ним разговаривал. Флеминг объявил Дашкову, что король и не мыслит входить ни в какие партикулярные сношения с шведом, никакой нужды в том нет и никакой прибыли. И с королем французским никакого трактата не заключено. Французский министр подал проект и король Польши не отказывает, чтобы выиграть время относительно Турции и действительно послал своего министра в Париж для того только, чтобы Францию держать в надежде, а не в самом деле выслушивать от нее предложение. «Донесите царскому величеству, говорил Флеминг, что я отнюдь до того не допущу, изволил бы на меня надеяться крепко. Если б я усмотрел что-нибудь подобное, то служить бы больше не стал, потому что стыд и срам был бы нам на весь свет. И то король нехорошо сделал, что и первый трактат с шведом заключил безволи царского величества. Но тогда были самые натуральные причины, потому что шведский король был великом счастье. Войска саксонские, польские, русские не могли против него стоять, везде проигрывали. Притом вошел он в самое сердце Саксонии. До того трактата довела короля деспирация. А теперь никакой причины нет, рассевают такие дела наши неприятели. Не полагаясь на слова Флеминга, Дашка всячески проведывал стороною и ничего не мог узнать. Говорил с канцлером коронным Шембеком, представляя ему последнюю польскую пагубу от Французского Союза и партикулярного мира с Швецию. Шембек клялся, что ничего не знает. Напротив, много раз слышал он от короля, что нынешний Северный Союз не только надобно содержать в целости до конца войны, но и после нее надобно его обновить. Но Петр, наученный опытом, так был встревожен известиями о сношениях Августа Швецию и Францию, что отправил королеву коммергера Семена Нарышкина. Нарышкина, дабы подлинно Ваше Величество нам объявить изволил «Истиналь сие» или «Неправое разглашение», как писал царь Августу. Нарышкин приехал в Дрезден 12 марта 1714 года и на третий день представился королю. «Может быть», сказал Август, «Царское Величество получил известие о моих сношениях с Швецию от тех, которые сами склонее к партикулярному миру с нею, чем я». В этих словах заключался намек на датчан. 21 числа Нарышкин обедал у короля, который за столом тихо говорил ему «Клянусь, что всегда буду в союзе с царским Величеством верно и партикулярного мира с шведами отнюдь не заключу». То же самое король повторил, отпуская Нарышкина, тоже написал и в ответной грамоте своей к царю. Царь боялся, что Август заключит отдельный мир со Швецию. Август боялся того же самого с русской стороны. К Дашкову обращались с вопросами, верно ли известие, что царское Величество трактует с шведами, еще более боялись, чтобы недовольная Августом Литва не обратилась к царю с просьбой о помощи. Сильное подозрение возбудила поездка Агинских в Петербург. Король не хотел верить Дашкову, чтобы со стороны этих вельмож не было никакого предложения царю, чтобы они ездили в Петербург по своим частным делам. Хотя царское Величество, говорил король, и не принял от Агинских предложения, однако они предлагали. Начали стращать Дашкова, говорили, если царское Величество скоро не отдаст Риге королю с провинцией, то Англия, Голландия и прусский король примут свои меры. Дашков отвечал, мы таких страхов не боимся. Не из страха, но для исполнения договора царское Величество удовлетворит в этом короля. А коронный канцлер Шембек тайно говорил Дашкову, отправлено полномочие королевскому резиденту в России, чтоб требовал Риги, а речь посполитая о том и не ведает. Если надобно писал Дашков, чтоб Рига несколько времени осталась за нами, то нужно здесь тайком подучить поляков, чтоб требовали у короля посылки уполномоченного от речи посполитой к царскому величеству относительно отдачи Риги с провинцией. Король отнюдь не захочет, чтоб в Риге был польский гарнизон и потому не пошлет польского уполномоченного. И таким образом в их прикословии можно Ригу и не отдавать скоро. Королевские министры всеми мерами стараются, чтоб Рига была в руках королевских и слышать не хотят о том, чтоб была в руках польских. Прикословие между польским королем и Польшей становилось день от дня сильнее. Поляки требовали, чтоб король вывел от них свое саксонское войско. Король для вывода половины войска требовал денег, провианту и подвод на дорогу. Шляхта не хотела ничего давать. Гетман Великий Коронный Синявский утверждал ее в этом. Под Опатовым шляхта начала было собираться против саксонцев. Те в числе пяти тысяч стали обозом и шляхта утихла, но не прекратилась ненависть между нею и саксонцами. Канцлер Коронный Шембек жаловался Дашкову, что король ничего ему не сообщает о делах между Россией и Польшу, все делая через своих саксонских министров. Канцлер продолжал быть на жаловании у русского двора вместе с другими знатнейшими вельможами. «Просил меня канцлер Великий Коронный», писал Дашков Головкину, «чтобы я вашему сиятельству донес о годовом ему жаловании, ибо уже год давно минул, а трудов его, правда, здесь много, и об интересах царского величества имеет всегда старание и беспрестанно при короле живет. А бископ Куявский, хотя по-прежнему наш приятель, но никогда при короле не живет. Приедет разве на неделю и опять уедет, и уже от публичных дел начал отваливаться. А живет по своим деревням, строит и деньги собирает, и ему давать не за что, и когда бы пришло какое дело на семье, то и тогда ему можно вексель дать. Также и Гетману Коронному давать ныне не для чего, потому что и без того может он царскому величеству быть верен, ибо королевское величество гораздо к нему недобр. Между тем подозрения насчет поведения короля Августа относительно России все увеличивались. Август оказывал явное расположение прежним врагам своим, киевскому воеводе Потоцкому, старости Бобруйскому, Сапеге и другим. Рассказывали, будет помогать туркам для отобрания Киева и Смоленска. И если бы гетманы не захотели ему помогать, то есть люди, которые могут отнять у гетманов войско Коронные и Литовские, то есть воевода Киевский и староста Бобруйский. Воеводы Киевские с товарищи послали к порте свои проекты, обнадеживая, что поляки все будут с турками. «Впрочем, я не думаю, писал Дашков, чтоб поляки послушались короля и начали войну с нами безо всякой причины. Они совсем обнищали. Нет у них ни денег, ни лошадей, ни скота, ради и свое отдать, только чтоб в мире жить». Саксония также обнищала отнесносных и беспрестанных контрибуций. В Польше никогда так голодно не бывало, как теперь. Во многих воеводствах начали покупать корец ржи по 40 злотых, а корец малым больше нашей осьмины. Недород был великий. Я сам видел, что не мужики, а убогая шляхта по нескольку недель не едят хлеба, только овощами питаются. То же самое доносил и князь Василий Владимирович Долгорукий. В Польше, государь, немалая конфузия. Саксонцев по квартирам в Польше и Литве сказывают около 30 тысяч, и поступают они с поляками очень гордо, что полякам по их нравам всего противнее. Деньги положены с каждого двора на месяц по 32 злотых. Сильно озлоблены поляки. И думаю, насколько я их знаю, что будет между ними смута. И как мы теперь видим, житье польское несносно им не могут выдержать. Так стали убоги, что поверить нельзя. Действительно, королю Августу было не до войны с Россией. На Сеймиках поляки объявили, что добровольно ничего не дадут саксонцам, пусть берут сами до времени. Многие кричали, что их вольность уже кончается и остается одно спасение просить обороны у российского орла. Саксонцы начали собирать деньги сами. Дашков начал говорить неприятелям своим по секрету, что царское величество, жалея приятелей своих, чтобы не пришли безо всякой нужды до крайнего разорения, велел предложить королю о выводе саксонских войск из Польши. Приятели были очень благодарны за такую милость и говорили. Мы до сих пор думали, что король не выводит от нас своих саксонцев с позволения царского величества и потому не смели и рук поднять на саксонцев, а теперь поведем дело иначе. Если саксонцы останутся здесь до весны, то мы их выгоним. Со стороны русского двора действительно было сделано королю предложение о выводе саксонских войск из Польши. Август велел сказать Дашкову, что саксонские войска необходимы в Польше по случаю проезда шведского короля из Турции. Дашков отвечал, что царь требует вывода саксонцев не для своего частного, но для общего интереса, ибо между поляками сильное неудовольствие и готовы они пристать не только к шведу, но и к самому дьяволу. Притом король шведский хорошо знает, что на границах польских и литовских стоит большое русское войско, которое у него в большей консидерации, чем саксонское войско. Сильно отговаривался от вывода саксонских войск из Польши, отправляемый королем в Россию, тайный советник Фитстум в конце 1714 года. Если король все войска выведет, говорил Фитстум, то надо опасаться, что шведские приверженцы опять поднимутся и произведут такое возмущение, которого после и усмирить будет нельзя, особенно если король шведский также что-нибудь предпримет. Притом если король выведет войска из Польши, то не имея чем их кормить, принужден будет половину распустить, что не будет полезно царскому величеству. Фитстум был прислан с требованием отдачи Лифляндии. Ему отвечали, что царь от исполнения трактата не отречется, но надо бы смотреть, чтобы от этого исполнения не выросло большого зла. Если царь отдаст теперь Лифляндию, то поляки станут кричать, что король хочет сделаться самовластным и что царь ему в этом помогает и станут искать покровительство у турок. Следовательно, всего лучше отложить отдачу Лифляндии до заключения мира. Фитстум возражал, что царь должен немедленно отдать Лифляндию для показания перед всем светом своей умеренности. Многие державы и так уже завидуют и внушают королю, что царь никогда не уступит ему Лифляндии. Надо б на опасаться, чтобы другие державы не согласились овладеть Лифляндию, и тогда она ни царю, ни королю не достанется. Что же касается до неудовольствия поляков, то король берет на себя потушить это неудовольствие. Если Лифляндия дана будет королю польскому и курфюрсту саксонскому, то никто не может догадаться, отдана ли она его величеству как избранному королю польскому или отдана наследственно как курфюрсту саксонскому. Отношения августа второго к России и отношения польских его подданных к нему самому были таковые, что требовали присутствия в Польше искусного дипломата. И весной 1715 года в Варшаву отправился снова князь Григорий Федорович Долгорукий, а Дашков поехал на резиденцию при коронном гетмане. Первым делом Долгорукого по приезде в Варшаву было требовать от короля пропуска русского войска через польские владения. Август отговаривался от этого всеми мерами, представляя и голод свирепствовавший в Польше, и ненадобность в большом войске, потому что шведов мало и король прусский готов ударить на них с многочисленную армию, и страх, что вступлением русских войск в Польшу возбудятся подозрения турок. Долгорукий не верил, чтобы прусское войско скоро начало действовать против шведов, ибо знал, как французские министры переезжают от прусского двора к шведскому и трактуют. Видел, как французский министр при польском дворе Безанваль находится в необыкновенной милости у Августа Второго, видится с ним когда хочет. У положений дел в Польше Долгорукий доносил. Примас, гетманы и все принципалы сильно недовольны королем. Все живут по своим маятностям и ехать ко двору не хотят, потому что не могут упросить короля о милосердии своему народу. Сбирают новую контрибуцию, не обходя и гетманские имения. Два года уже не до род. В сыть не едят. Но по лесам и полям былеем питаются и мрут с голоду. Все единогласно говорят, что если нынешним летом будет такой же неурожай и король милосердия не покажет, войск саксонских не выведет, то, покинув Отечество, пойдут за границы, где могут сыскать себе пропитание. В такое убожество и бессилие здешнее государство пришло, что хуже быть нельзя. И нельзя поверить, если кто сам не увидит. Ни в одной пище. Во всем великая скудость. Ни с какой стороны из-за границ, ни с каким товаром не едут. Относительно прохода русских войск через Польшу Долгорукий переговорил с доброжелательными сенаторами и дал знать Головкину, что в случае нужды можно двинуть войска в Польшу без всяких предварительных просьб и домогательств. «Король к нам очень холоден», писал Долгорукий, «и знаю, наверное, что приездом моим недоволен». В августе Долгорукий дал знать, что были в Варшаве коронные гетманы и некоторые сенаторы и домогались у короля вывода из Польши саксонских войск, но получили отказ, при том же наложена новая тяжкая контрибуция, которой выплатить никак нельзя. Долгорукий обнадеживал гетманов протекцию царскую. «По окончании войны принудим короля вывести из Польши его войска, только потерпите хотя во время нынешней кампании». Гетманы обещались терпеть, только выразили опасения, чтоб шляхта с отчаяния чего-нибудь не начала, а особенно боялись за Литву, где гетман Потей уже выдал универсалы против войск королевских. Долгорукий советовал Головкину, что если Потей пришлет к царю с просьбой о покровительстве, то не обнадеживать его скоро и не отказывать вовсе, но удержать от восстания на нынешнее время, потому что хотя король и думает о самодержавии, однако скоро достигнуть своей цели не может, и ему, Долгорукому, можно еще этому помешать, а по окончании войны можно взять поляков в свое покровительство и уничтожить королевское намерение. Долгорукому было много хлопот, король боялся, что русские войска вступят в Польшу на помощь недовольным, поляки наоборот боялись, что войска эти идут на помощь королю против Потея. Долгорукий должен был уверять всех, что русские войска идут в Померанию по требованию Дании и Пруссии и никогда не думают вмешаться во внутренние дела Польши. С другой стороны, Долгорукий писал Потею, чтоб тот подождал хотя бы до окончания померанской кампании. Но в Литве не хотели ждать. Определили собрать регулярного войска 8600 человек. Собирать на его содержание деньги, а саксонцам отнюдь ничего не давать. И на квартиры не пускать, отражая силу силою. Король собрался в поход на Литву. Долгорукий отговаривал его, представлял, что этим походом Потея может привести в отчаянии. Станет он ходить со всеми людьми по Польше и по Литве и всех бунтовать против саксонцев. К нему пристанут не только Литва, но и коронный народ, и все войска, отчего может разгореться такой великий огонь, которого долго погасить будет нельзя. С другой стороны, Потею дано было знать, что царь не желает восстания. И в Литве все успокоилось. В сентябре король уехал в Саксонию, просив Долгорукова остаться в Польше и наблюдать, чтобы здесь не вспыхнуло восстание. Восстание вспыхнуло. Коронное войско составило конфедерацию при Синдомире и выбрало в маршалке ротмистра Гуржинского, одного из приверженцев Лещинского. Начались у конфедератов битвы с саксонскими войсками, причем последние, захватываемые по частям, терпели сильный урон. Многие воеводства уже садились на коней для соединения с восставшими. Долгорукий немедленно написал фельдмаршалу Шереметьеву, чтоб помедлил походом в Померанию и остановился в Польше для задания страху конфедератам. Писал коронным гетманам, чтоб старались потушить восстание. Писал и Гуржинскому, грозя приходом русских войск, разослал офицеров по воеводствам с успокоительными письмами. «Можно за великое счастье почитать», писал Долгорукий Головкину, «что войска наши теперь так близко стоят отсюда, и если б не они, то вся корона и Литва были бы против короля, все саксонцы в Польше пропали бы, и могла бы быть здесь в интересе нашим великая перемена». Войско наше никогда не пользовалось такой удоверенностью в Польше, как теперь. Ни от одного человека не слыхал я жалобы, а только благодарность, потому что солдаты кормятся по дороге безо всякого огорчения обывателям. От резидента Дашкова до сих пор никакого известия не получаю о конфедерации. Ифельмаршал Флеминг говорил мне, что Дашков по своей частной злобе склоняет поляков против короля и объявляет им от царского величества претензию. Если бы поляки не были им обнадежены, то не начали бы восстание. Я к нему неоднократно писал, что Гетманов и войско удерживал от противности нынешнее время. А если он вперед ко мне писать не будет и прежних непотребных глупостей не оставит, то я ему прикажу при себе быть, а на его место пошлю Гетману кого-нибудь другого, потому что король и весь двор, и поляки им недовольны. Бискуп Куявский, приехав из Литвы, говорил, чтобы его на нынешнее время при Гетмане не было, и что потей по его обнадеживанию встал на короля. Хлопоты Долгорукова достигли своей цели. Конфедерация приостановилась и заключила саксонцами пятнадцатидневное перемирие, объявляя, что если королевские войска выступят из Польши, то все останутся довольны и спокойны. Воеводства, которые намерены были приступить к конфедерации, остановились по письмам Долгорукова. Посол надеялся больше всего на русское войско, но фельдмаршал Шереметьев боялся, остановившись в Польше, не поспеть вовремя в Померанию. Долгорукий по этому поводу писал Головкину. Зело опасаюсь, ежели войско наше все перешет через Вислу и не остановясь пойдет в Померанию, то чаю трудно будет поляков успокоить и зело опасно посполитого рушения. Я непрестанно всеми силами труждаюсь и к противным полякам пишу ионных к трактату склоняю, дабы тот огонь наискорее угасить и войска бы наши в Померании не остановить. Однако ж, ежели и того скоро не могут угасить, то хотя лучше на некоторое время войска наши остановить, при которых надеюсь с помощью Божьей по-прежнему в Польше покой учинить, что и алиатам союзникам нашим противно не будет. И могу рассудить, что то, не для чего учинено, токмо для общего интересу. Корона и Гетманы обратились к Долгорукому с просьбой о посредничестве. И посол отвечал им, что имеет полномочия для этого и как только король вернется из Саксонии, то с обеих сторон приступят к трактату. «Надеюсь», писал Долгорукий Головкину 25 ноября, «онных благополучно без продолжения времени к полезному миру привесть. И обе стороны удовольствовать и непобедимое благодарение и славу его царскому величеству в дешнем народе навеки оставить. Ежели будет которая сторона к тому покою не склонна, то, конечно, надлежит через вступление наших войск от украины кавалерии и из Курляндии пехоты к благополучному миру принудить, дабы не допустить которой стороны до деспирации и противной турецкой протекции». Долгорукий дожидался короля, но Августа Второго нельзя было выманить из Саксонии прежде карнавала, между тем фельдмаршал его Флеминг по выражению Долгорукого заливал огонь не водою, а вином горячим, выдав универсалы, в которых грозил полякам огнем и мечом. Тогда конфедераты немедленно собрали кола рыцарская, где воеводство выбрали генеральным маршалком конфедерации Ледуховского под Комория Кременецкого и отправили послов поднимать Литву. Долгорукий начал хлопотать, чтобы Речь Посполитая публично просила царя о покровительстве и посредничестве, вследствие чего можно было бы ввести русское войско в Польшу и успокоить ее. В конце декабря посол доносил, что «если зимою волнение не успокоится, то на весну вся Польша и Литва будут в конфедерации». Несколько раз Долгорукий давал знать королю, что присутствие его необходимо в Польше. Ответа не было. Долгорукий хотел трактовать и без короля, но саксонской стороны разглашалось, что русская медиация убыточно будет полякам. Поплатятся они за нее Лифляндию. Долгорукий с своей стороны велел Дашкову внушить гетманам, что если они заключают договор с королем без гарантии царского величества, то король не станет исполнять его. Между тем русское войско, шедшее в Померанию, было удержано в Польше. Королевский посланник при русском дворе Лос на письме просил об этом царя, и хотя поляки медлили просьбою к царю о покровительстве и посредничестве, не медлила Литва. В ноябре месяце великий гетман потей дал знать Петру, что в Польше образовалась конфедерация. Конфедераты приглашают и литовцев соединиться с ними, в противном случае грозят силою к тому их принудить. Гетман всенижайше просил царское величество решить, как поступить ему в таком случае. Много причин заставляют в настоящее время желать примирения и тишины, но это примирение может быть получено защитой и посредничеством царского величества, причем не должно быть употреблено оружие, достаточно будет высокой чести союзного монарха и его государских увещаний. Господа коронные обещают быть уступчивыми во всем, как скоро получат освобождение от контрибуции, налогов и утеснений, как скоро выйдут из Польши войска саксонские, обещают подтвердить присягу и верность и послушание королевскому величеству и готовы все сесть на коне против шведа, лишь бы свободны были от утеснений по правам своим и вольностям. 14 декабря Петр выслушал гетманские пункты и дал такую резолюцию. Его царское величество с милостивую благодарностью признает, что господин Гетман и за его управлением все княжество литовское по совету его царского величества в покое удержались, в чем не царского величества, но собственный их интерес был. Его царское величество обнадеживает, что он как до сего времени, так и вперед об интересах Гетмана и великого княжества литовского и всей речи посполитой попечения иметь будет и во всяком злом случае их не оставит. Его царскому величеству самому известно, какие обиды и утеснения чинам речи посполитой от саксонских войск были, и для того по особенной своей склонности и дружбе к речи посполитой всевозможные добрые средства прилагает у его королевского величества, чтобы им облегчение и освобождение в том исходатайствовать. Но его царское величество притом рассуждает, что не надлежало господам коронным такие крайние способы предпринимать и неприятельски поступать. Но должно было законными путями добродетельно искать себе освобождение, тем более, что его царское величество свои услуги к исходатайствованию этого облегчения многократно представляли не без надежды был его получить. Его царское величество не чает, чтобы конфедераты коронные силою княжества литовское к соединению с собою принудить могли, если литовцы не захотят сами. Царское величество надеется, что эти беспокойства мирными средствами вскоре успокоены будут, в чем его величество труды свои действительно прилагает, если только его посредничество речью посполитую принято будет, то не сомневается и короля к тому склонить. Его царское величество и его господина Гетмана просит, чтобы он своей стороны конфедератов к принятию медиации царского величества и к добродетельному примирению склонил, обещая им его величество помощь в исходатайствовании потребного им облегчения. Но если поочечаяние конфедераты, несмотря на эту его царского величества представленную медиацию и обещанное вспоможение у короля не успокоятся, но свои волнения продолжать будут, то из этого ясно окажется, что они под предлогом притеснений от саксонских войск войну внутреннюю продолжать намерены пользу общему неприятелю. В таком случае его царское величество принужден будет иные меры принять, ибо его царское величество отнюдь допустить не может, чтоб в таком соседнем государстве такой огонь разгорался, и тем неприятелю отдых и польза учинина была. Отпуская посланного потеем шляхтича лойку, Петр велел ему сказать гетману усно следующее. Хотя его величество никогда не допустит речь посполитую до падения, однако без генерального призыва от всех царскому величеству сильно в эту медиацию вступить нельзя. Хотя королю и писано в форме совета, но это не важно. А когда просить будет речь посполитая, тогда сильно может его царское величество предлагать королю. Если тогда он не примет, может его величество и силою принудить. Пусть гетман приложит старание, чтобы помянутое прошение от всей речи посполитой его царскому величеству надлежащим образом ученено было. И в таком случае обещает его царское величество по всегдашнему к речи посполитой доброжелательству впосредство к примирению с королем и к облегчению ее сильно вступить, в чем они могут на его величество твердую надежду иметь. Наступил 1716 год. Конфедераты заключили с Флемингом мирный договор, утверждение которого, однако, было отложено до Сейма, и конфедерация выговорила, что не развяжется до тех пор, пока король не выведет своих войск из Польши. Король, обнадеженный этим миром, отправил посольство к царю с требованием немедленного вывода русских войск из Польши, послав такое же требование и к Шереметьеву. Но король недолго утешался надеждой, что Польша успокоится без русского вмешательства. Литовский гетман Потей по соглашению с Долгоруким съехался тайно с маршалом конфедерации Ледуховским и уговорил его не утверждать мирного договора, вследствие чего конфедераты начали опять бить саксонцев или Духовский обратился к Долгорукому с просьбой о медиации царского величества, объявляя, что послы их принуждены были заключить договор не по данной им инструкции. Долгорукий отвечал, чтоб конфедераты назначили место и время, и он готов ехать и быть посредником. В конце января король приехал в Варшаву, сильно опечаленный неожиданным оборотом дела. Долгорукий при первом свидании с Августом представил ему необходимость примирения с конфедератами, необходимость вывести из Польши саксонские войска. Король отвечал, что сделает все угодное царскому величеству, с которым сильно желает иметь личное свидание в Торне или в другом каком-нибудь городе. Потом прислал Флеминга представить Долгорукому, что ему нельзя обратиться к царю с просьбой о посредничестве, потому что это будет противно его чести. Конфедерация составилась не против короля и не вся речь посполитая вступила в конфедерацию. Относительно своих требований вывода русских войск король оправдывался тем, что сделал это по принуждению от сенаторов польских. Это желание видеться с царем и возобновить с ним прежнюю дружбу все усиливалось в короле, потому что конфедераты не хотели и слышать о мире в надежде, что царь, имея много причин сердиться на августе, не заступится за него, и они получат таким образом возможность свергнуться к солнцу и выбрать другого короля. Король просил, что если царскому величеству по состоянию его здоровья нельзя приехать в Варшаву или в Торн, то изволил бы подождать его в Данциге. Дело не могло обойтись без царского посредничества. Конфедератам не принять этого посредничества было страшно. Могущественный царь станет тогда на сторону королевскую, и какая возможность успеха, если русские войска придут на помощь к саксонским? И обратно. Королю нельзя было не принять царского посредничества, ибо в противном случае русские войска соединятся с конфедератами. Делать нечего. Надо бно сблизиться с медиатором, а медиатор сердит. И король хорошо знает, за что сердит медиатор. Как же быть? Короля ждут Варшаву в начале 1716 года, но вместо Варшавы Август едет в Данцик для личного свидания с царем, для откровенного изъяснения. В Данцик едет и князь Григорий Федорович Долгорукий. Там он найдет прицарей великого канцлера графа Головкина и вице-канцлера Шафирова и Петра Андреевича Толстого. Значит, соберутся все тайного иностранных дел коллегия министры. 24 марта собрались царские и королевские дипломаты в дом графа Головкина на конференцию. Бископ Куявский с товарищами предложил статьи. Первое. Королевское величество наикрепчайшим образом обнадеживает царское величество, что, как он прежде всегда верным приятелем и союзником царского величества был, так и вперед желает в постоянной дружбе находиться и приехал сюда, желая иметь с царским величеством свидание для показания своей приязни. Второе. Добрые союзники должны друг другу прямо объявлять, в чем один на другого подозрение имеет, а его королевское величество с сожалением слышит, что его царское величество некоторые недоверия и противность к его королевскому величеству его министром имеет и поступками их недоволен. Поэтому королевское величество просит, чтобы ему все причины недоверия были объявлены, дабы он мог в том себя очистить, а он своей стороны обнадеживает, что никакой причины к тому не подал. Третье. Когда недоверие царского величества королевскому разгласилось, то из этого общему интересу великий вред произошел, ибо не только король шведский еще больше возгордился, в надежде извлечь пользу из этого несогласия союзников, о чем прямо объявил шведский посланник Шпар при французском дворе, но и польские конфедераты в той же надежде не приняли королевского предложения о выводе саксонских войск и сложении контрибуции. Отвечая, что не могут ни на что согласиться, без ведома царского величества, и хотя королевское величество совершенно уверен в добром намерении царского величества, однако злонамеренные люди продолжают все поступки царского величества в свою пользу толковать и разглашать, будто царское величество им свое покровительство обещал и хочет поддерживать против короля. Поэтому королевское величество просит царское величество вступиться в это дело таким образом, чтобы ни король, ни конфедераты не могли его упрекнуть в пристрастии к стороне противной. Четвертое. Королевское величество желает с царским величеством согласиться в способах, как бы внутреннее спокойствие в Польше поскорее восстановить, а потом заключить мир с шведом. Эти способы следующие. Первое. Предложить конфедератам, чтобы они как можно скорее назначили место и время для Конгресса. Второе. Тотчас при открытии Конгресса заключить перемирие, по которому король все контрибуции немедленно сложит, а потом стараться о заключении формального трактата, в котором определился срок вывода саксонских войск и созвание сейма. Третье. Конфедераты должны покориться королю, который соизволяет, чтобы Царского Величества посол был на Конгрессе и старался добрыми средствами примирить обе стороны. И если одна из сторон на добрых условиях примириться не захочет, то русский посол должен объявить, что Царское Величество будет действовать против стороны, не желающей мира. Предложения королевских дипломатов оканчивались статьей. Все подозрения с обеих сторон оставить и обоим монархам в добром согласии и любви между собою пребывать. Головкин с товарищами отвечал, что Царское Величество с удовольствием согласился на личное свидание с королем, для чего замедлил походом, назначенным для свидания с королями прусским и датским. Какие противности показаны Царскому Величеству со стороны Королевской, о том представляется письменное известие. Царское Величество соглашается на все предложенные королем меры к восстановлению внутреннего спокойствия в Польше, но только с условием, чтобы король назначил срок, когда выведет саксонские войска из Польши и объявил здесь же статьи, на которых согласен помириться с конфедератами. Царское Величество обещает оставить все подозрения и жить в добром согласии и любви с королем. Если получится удовлетворительный и откровенный ответ на письменное известие о противностях и дастся обещание, что вперед ничего подобного не будет. В мемории досадом, поданной царскими министрами королевским, главнейшую досаду было выставлено сношение августа с французским двором и принятие посредничества этого двора в мире с королем шведским без ведома царского. Потом король заключил и формальный договор с Францией, подлинное содержание которого царскому величеству до сих пор неизвестно. Когда уже царское величество со стороны получил об этом известие, то король сообщил кратко содержание договора. Но даже и в этом кратком извлечении есть одна статья, очень вредная всему Северному Союзу, а именно сказано, что при заключении мира все в Римской империи оставалось так, как было определено по Вестфальскому миру. Но по этому миру Швеция получила свои германские владения, следовательно, возвращение всех завоеванных у нее провинций прямо ей обещано. Как только этот договор был заключен, то французский посол при порте, действовавший прежде против короля Августа, получил приказание хлопотать за него и стараться об отдельном мире между ним и Карлом XII. И если этот мир не состоялся, то надо только благодарить упорство короля шведского. Кроме того, король Август посылал многих эмиссаров секретно в Бендеры с предложениями отдельного мира шведскому королю. О том же посылал и к хану Крымскому. Король же Август посылал к французскому послу в Константинополь с предложением отдельного мира с шведами и этот посланный венгерец родом жил в квартире французского посольства, внушал туркам и разглашал всюду, что царское величество давно намерен воевать с турками и для того хочет принять титул цесаря ориентального. Шпигель предлагал порте от имени королевского, что государь его не только желает заключить Швецию отдельный мир при посредничестве султана, но желает заключить спорту и шведским королем оборонительный наступательный союз против России, представляя, что король обижен царским величеством, не исполнившим своих обещаний ему. Царское величество много раз жаловался королю на Шпигеля, требуя розыска, но не получил никакого удовлетворения. Шпигеля укрывали под разными предлогами, а когда царский посол приехал в Варшаву, то Шпигеля вместо розыска увезли в Саксонию и потом объявили, что умер. Трактовали с огою, присланным от порты, трактовали долгой тайно с посланником крымским, не объявляя царскому величеству. Все поляки, которые были противной партии, не только прощены, но в крайнюю милость и приближение у короля приняты, а иные и награждены. В 1712 году, когда царское величество хотел осадить Штетин, то со стороны королевской делались этому всевозможные препятствия. Кончилось тем, что вся кампания прошла понапрасну. Частые свидания саксонского фельдмаршала Флеминга с шведским генералом Штейнбоком способны были возбудить сильные подозрения в царском величестве. Вследствие свиданий посторонней ведомости показали, что подозрения были основательны. Тот же Флеминг имел потом свидание с Лещинским, причем, как подлинно известно, трактовано о партикулярном мире между королями польским и шведским. Лещинский обещал быть посредником, за что ему обещана ежегодная дача с употреблением королевского титула по смерть, и, кроме того, у короля Августа были частые пересылки с Лещинским. Когда царское величество в Мекленбурге хотел идти для соединения с королем датским, то со стороны короля польского трудились всеми способами помешать этому движению, вследствие чего русские войска не могли поспеть прежде гады бушской битвы, а какие были следствия этого, всему свету известно. Известно всему свету и то, каким образом министры короля польского ко вреду королю датскому вступались за голштинцев и короля прусского так завязали в интерес голштинского дома, что он уже и войска свои собрал было, и на короля датского напасть хотел, и только удержался сильными декларациями царского величества. Король польский виделся и трактовал в Лейпциге с ландграфом Гессен Кассельским, союзником и родственником короля шведского, не давая знать об этом царскому величеству, не дано знать и о трактатах, заключенных прошлого года с английским и прусским королями. Прошлую весной, вместо того, чтобы побуждать прусского короля к наступательным движениям против шведа, министры польского короля действовали совершенно в противном смысле. Какие противности со стороны короля польского царскому величеству показаны при отправлении русских войск на помощь союзникам в Померанию и пересказать нельзя. Старались склонить короля английского и прусского к тому, чтобы не требовали русских войск, внушая о них все дурное. Хлопотали, чтобы цесарь и империя мешали этому. Потом запрещают царскому величеству свободный проход через Польшу и возбуждая поляков, чтобы не пропускали русских войск. Когда, несмотря на все это, русские войска пошли вглубь Польши, а поляки составили конфедерацию против войск саксонских, то вдруг русские войска понадобились, граф Флеминг и польские сенаторы начали просить, чтобы войска эти были остановлены и упросили фельдмаршала графа Шереметьева. Таким образом, этими войсками и грозными письмами посла князя Долгорукова, конфедерация была сдержана в самом сильном огне, и саксонцы получили время собраться. В то же время, королевский посланник при царском величестве, барон Лос, также просил государю о задержании русских войск в Польше, обещая пропитание и квартиры. Польские министры просили и королей прусского и датского, чтобы согласились на задержание русских войск в Польше. Войска возвратились назад в Польшу в самую дурную погоду и не участвовали в славном окончании померанской кампании. И за все это король не только не поблагодарил царское величество по возвращении своем в Польшу, но еще велел тому же Лосу объявить, будто никогда царских войск не требовал и представил при других дворах остановку русских войск в Польше делом насилия. Сам король жестоко выговаривал фельдмаршалу Шереметьеву, зачем остановился в Польше и приказал немедленно идти к русским границам. Зная очень хорошо, что войска должны были идти не в Россию, а на помощь королям прусскому и датскому, а на запрос царского величества, для чего делаются ему такие противности и оскорбления, получен ответ, что все это делается для виду, в угоду полякам. Но поляки тут ни в чем не причастны. Со стороны короля поляков вооружают против царского величества всякими злыми внушениями, жалуются и при всех чужих дворах, будто царское величество возбуждает поляков против короля и войска свои насильно держат в Польше. Полякам внушают, что царское величество хочет быть посредником только для того, чтобы отторгнуть что-нибудь от речи посполитой. Но царское величество может отлично отомстить за это, ясно представив полякам замыслы саксонских министров насчет Польши. Зачем и войск саксонских король не хочет выводить из нее, не говоря уже о некоторых соглашениях к вреду польским вольностям, о чем ясно говорят в Вене и при других дворах. Русские министры требовали, чтобы министры королевские обстоятельно отвечали на каждую статью «Мемории до сада». Прислан был ответ ловко написанный, но далеко не удовлетворительный, потому что главное средство защиты, употребленное королевскими министрами, состояло утверждение, что король и его министры оклеветаны пред царем, что во всех их сношениях, указанных в «Мемории», не было ничего вредного для русских интересов и для интересов Союза, а некоторых сношений и вовсе не было. Царские министры упрекали короля за тайное сближение с Францией и в доказательство сближения приводили то обстоятельство, что французский посол в Константинополе из врага сделался доброжелателем Августа. Что ж, отвечают королевские министры, за это вместо упреков надобно благодарить короля, который постарался из врагов сделать друзей, а кто ему друг, тот друг и всем его союзникам. Относительно Шпигеля отвечали, что этот человек действовал как глупец, не имея никаких поручений от короля. А за глупость нельзя жестоко наказывать, тем более, что от его глупости ничего вредного не произошло. Несмотря на то, Шпигеля хотели заключить в Зоненштейн самое жестокое наказание, какому мог быть подвергнут этот дурак и после самого строгого допроса. Поляки, принадлежавшие к партии Лещинского, прощены для того, чтобы отвести их от этой партии. Оправдывая себя, королевские министры сильно вооружались против Дании. По их словам, изобразить обстоятельно все непорядочные поступки датского двора заняло бы слишком много времени. Прямо говорят, что люди, находящиеся при датском дворе, оклеветали царю польского короля и его министров. Любопытно, как отделались королевские министры от упрека, что королевский посланник Лос письменно в мемориале просил об остановке русских войск в Польше. Лос, отвечали министры, действовал без указа, из доброго намерения, зная, что царскому величеству это будет не неприятно. Такой поступок можно назвать погрешностью министра, а не виною. Ни сенаторы, ни граф Флеминг, по словам министров, никогда не просили об оставлении русских войск в Польше. Только послано было письмо к турецкому сераскиру в Хатине о вступлении русских войск в Польшу. Да, граф Флеминг о тогдашних конъюнктурах, некоторые не в указ резонемент это изобразил и передал русскому послу Долгорукому, фельдмаршалу Шереметьеву и переслал к царскому двору. Но угрозу объявить полякам о замыслах саксонских относительно Польши королевские министры отвечали, что они этого не понимают. Если некоторые особо говорили об этом в частных разговорах, то их слов не следует смешивать с делами министерскими. Царское величество сам знает, что давно от известного двора прусского, который теперь переменил свое намерение об этом деле как в России, так и в Польше предложено было. Русские министры заметили королевским, что в мемории досад нет известий, основанных на ложных слухах. Но долго препираться о старых досадах было некогда, надобно было решить, как действовать для примирения конфедератов с королем. В марте приехали в Данце к Петру послы Тарно-Городской конфедерации с изложением причины и целей восстания. В конференции с царскими министрами послы засвидетельствовали, что конфедерация составлена не по шведским интригам, не к пользе неприятеля, но единственно для обороны от несносных тягостей, разорений, убийств и прочих насильств, какие позволяют себе саксонские войска. Просим, говорили послы, чтобы царское величество немалого сомнения или подозрения не имел, потому что мы во всем полагаемся на его царское величество, надеемся единственно через его посредства освободиться от саксонских притеснений. А что конфедераты давно не прислали к царскому величеству с просьбой о посредничестве, в том виноваты сенаторы польские и гетманы, которые всеми способами их от этого удерживали, представляя опасность, которая всегда грозит бессильному от сильного посредника. Но конфедераты, видя, что домашние посредники, господа сенаторы, не только ничего не сделали к пользе речи посполитой, но и принудили депутатов конфедератских к миру для большого разорения республики, видя, что и гетман Синявский вместо того, чтобы защищать права и вольности речи посполитой, только потакается к солнцам и прямо говорит, что хотя бы все пропало, только б ему при булаве остаться. Слыша, что король польский отправил посланника к порте, а гетман Синявский к хану Крымскому, видя и слыша все это, конфедераты ни за что не хотят подтвердить насильно постановленный договор и отправили своих послов к цесарю римскому и султану турецкому не для того, чтобы просить помощи у султана, но из опасения, что послы королевский и гетманский на них не наклеветали. Так как гетман коронный Синявский никакой помощи не оказывал и не оказывает, а только вред и помешку, то они желали бы другого гетмана на его место, желали бы также перемены некоторых министров и чтоб царское величество в том им помог. Мы приехали, продолжали послы, просить царское величество быть посредником и дать крепкое ручательство, что договор, который будет заключен при его посредничестве, будет соблюдаем саксонцами. В основании договора должны быть два главнейшие пункта. Сложение всех податей и поборов, о которых и слышать не хотим, и вывод всех войск саксонских, не исключая и тех тысячи двухсот человек, которых король называет своею гвардию. Пусть эта гвардия состоит из поляков. Наконец послы просили, чтобы русские войска были выведены из Польши и никогда вперед в нее не входили, чтобы государь сделал это по высокой дружбе своей к Польше и сжалившись над бедностью ее несчастных жителей. С тем же приехали и особые послы от великого княжества Литовского. Обнадежив и тех, и других, что царское величество употребит все старания для успокоения Речи Посполитой, Головкин с товарищами вошел в переговоры с королевскими министрами и было постановлено, чтобы конгресс у полномоченных с обеих сторон открыт был как можно скорее в Ярославле, именно в средних числах мая по новому стилю. Царь-медиатор назначает полномочным послом своим на конгресс князя Григория Федоровича Долгорукова. При открытии конгресса провозглашается перемирие, во время которого не должно быть никаких неприятельских поступков и контрибуций. По заключению трактата саксонские войска должны быть выведены из Польши в продолжение четырех недель. При короле остается только по статутам 1200 человек гвардии, которую он обязан однако же содержать на своем иждивении. Речь Посполитая должна обязаться в случае нового нападения короля шведского оборонять саму себя и короля без всякого вспоможения с его стороны. Посол Царского Величества князь Долгорукий будет стараться добрыми средствами примирить обе партии. Если же который из них на добрых условиях помириться не захочет, в таком случае посол объявляет что Царское Величество будет против нежелающей мира страны и будет иметь посол указ генералу Рене чтоб тот шел немедленно из Украины с войсками и действовал против того кто не хочет внутреннего покоя. Вместо Ярославля Конгресс собрался в Люблине и вместо Мая в июне месяц. Правление Конфедерации поместилось в Ленчне в трех милях от Люблина куда привезли Гетмана Синявского с тем чтобы его судить. Долгорукий узнав об этом написал тотчас маршалкам Конфедерации чтобы они во время Конгресса под боком у Люблина не смели начинать своих судов и чтоб отдали Гетмана ему послу на честное слово. «Я чаю государь» писал долгорукий Петру что господа конфедераты недовольны теми условиями которые постановлены в Данциге и знатно у онных иное намерение не только о Гетманах но и о Короле потому что здесь конфедератские депутаты взяло упрямы и нескоро к миру приступают так делают как бы чего иного себе ожидали и есть здесь ведомость будто писарь коронный недавно был у турецкого Паши тайна в Хатине фрезер приезжавший в Данциг послом от конфедерации был у меня и наобещав мне много подарков от маршалка конфедерации Ледуховского объявил что конфедераты опасаются вперед мести от короля и гетманов и поэтому были намерены хлопотать о королевиче Якове Собеском так же и булавы отдать другим я ему не гораздо противно отвечал и просил его о полной доверенности желая и вперед выведывать через него о их намерениях бископ Куявский публично во всем заседании конгресса при мне говорил конфедератским депутатам что резидент их в Вене публично послу шведскому говорил что здешняя нынешняя медиация не поведет к миру если конфедератские депутаты все так станут трактовать то чаю мы не можем и в полгода миру чинить они для того время длят что им жаль нынешней власти оставить понежемало не все конфедератские принципалы из незнатных и убогих особ и пришли до великой власти и пожитку что во всем государстве все доходы и пошлины самовластно на себя берут и всем повелевают сами депутаты мне в конфиденции объявили что из них многие не хотят покоя для своего интереса и не думают чтобы конгресс окончился счастливо без принуждения потому что непременно хотят литовскую булаву отдать бывшему гетману Вишневецкому а коронную прочит себе маршалок Ле Духовский Троцкий воеводы Дагинский и новгородский Каштелян Новосельский с товарищи в конфиденции мне объявили что если ныне от противных факций конгресс будет разорван то они в Литве будут стараться чтобы гетману и им быть под протекцию вашего величества для чего я он их всемерно милостью вашую и протекцию обнадежил был у меня Торло воеводы Любельский и по секрету мне говорил будто нынешняя их конфедерация зачата в той надежде что между вашим и королевским величеством недоверие поэтому надеялись они иметь от вашего величества протекцию через которую от саксонских войск Польшу освободить и другого короля учинить а как узнали о персональном свидании в Данциге где будто обновилась между вашим величеством дружба то стали искать другой протекции и надеются быть посполитому рушению я генералу Рену на Украину писал чтобы он на вступлении своем в Польшу наперед для страха конфедератским маршалкам написал что ему указано в Польшу идти не для войны а только для усмирения чем можно у них дальние замыслы пресечь здесь от неприятельских партизанов многие безделицы полякам внушаются а те легкомысленные всему верят и на то смотря без ума гордо поступают больше тридцати человек депутатов от разных провинций и войск здесь на конгрессе заседают и между ними таких немного которые бы основания дела знали только своевольно кричат а которые из них лучше знают те не смеют прионных смело говорить я чаю государь лучше донских казаков в кругу нежели в наших нынешних сессиях часто седьмого часу до четвертого с полудня кричим а ничего сделать не можем в июле дела пошли еще хуже конфедераты начали разглашать что шведы берут верх над союзниками в норвегии у шведов много войска и большой транспорт войск назначен к данцигу держали послов турецкого и крымского как послов покровительствующих держав объявляли что не развяжут конфедерации без сейма несмотря на перемирие били саксонцев везде где только могли у литовского гетмана потея отняли литовское войско и сам гетман едва ушел от них живой из Ленчна в Люблин где спрятался в монастыре перерубили людей у которых пристали лошади потея долгорукие и королевские уполномоченные одевшие гетмана в немецкое платье успели выпроводить его в саксонское войско все депутаты конфедерации выехали из Люблина в Ленчна куда привели к себе войско королевские уполномоченные испугались и уехали к саксонским войскам долгорукий отправился в Ленчна к маршалкам конфедерации и нашел их там великой гордости как будто бы они уже всех завоевали видя их гордость и лукавство посол повысил голос и объявил им что до сих пор он делал все в их пользу заставил на первой же сессии королевских уполномоченных признать конфедератов за речь посполитую принудил прежде времени вынести гарнизон из-за Львова и Замости однако ничем не мог склонить их к примирению потому что у них пользуются доверенностью и дают советы все партизаны шведские Долгорукий не ограничился одним окриком написал Крену чтобы выступал в Польшу написал Гетману Скоропадскому и Киевскому губернатору князю Голицыну чтобы соблюдали осторожность поляки публично говорили что если Рен вступит в Польшу то крымский хан пойдет на Украину в Ленчне Долгорукий имел возможность познакомиться с маршалками конфедерации и так описывал их царю Литовский маршалок Селистровский человек самый простой мало что и говорить умеет а маршалок Ледуховский человек умный и хитрый и очень похож всеми поступками на Мазепу он теперь во всей речи посполитой великий кредит имеет так мог всех обмануть и привезть себя всенародную милость что которым зло делает те все за него присягать рады так что если бы случилось какое-нибудь несчастье с королем то поляки непременно выбрали бы его себе в короле так такой умно лукавый человек какого я во всей Польше не видал на вид святой и праводушный клянется что хочет мира а тайно делает факции длит конгресс усиливает войско и других способов везде ищет прошел июль и дела находились в том же положении долгорукий по его словам истощил все способы к примирению и все понапрасну конфедераты не хотели ни на что смотреть и отвечали так гордо как будто были в состоянии завоевать весь свет прошел август и сентябрь уполномоченные переехали излюблено в Варшаву и здесь дело наконец подвинулось благодаря известиям что Рен перешел Днепр и идет в Польшу Ледуховский писал к порте уведомляя вступление русских войск в Польшу и прося помощи но получил ответ от визиря что порта в польские дела вмешиваться не может конфедераты изъявили готовность уничтожить конфедерацию учинить ексвинкуляцию но с условием чтоб Долгорукий послал Рену приказ не идти далее в Польшу через всю свою в Польше бытность такого труда не имел как ныне писал Долгорукий непрестанно от осьмого часа утра до девятого пополудня в спорах и криках в сессиях бываем и чаю конфедерация скоро развяжется и к бесконечной славе вашего величества счастливый мир установится чаю государь не только у турок но и при цесарском и прусском дворах есть немалая жалюзия цесарский посол много трудился чтобы цесарю быть медиатором с другой стороны посланник прусский писал ко мне чтобы и его королю быть медиатором в двадцатых числах октября долгорукий получил царский указ что кроме рена в польшу вступят еще шесть русских кавалерийских полков под начальством боура и будут зимовать долгорукому показалось это большой роскошью и он отвечал петру пока конфедерация не развяжется и саксонские войска не выступят в саксонию до тех пор вступление нашей кавалерии полякам объявлять не буду чтобы не повредить заключению мира а когда даст бог счастливо все окончится то чаю и рену надлежит из польши возвратиться в украину а боур с кавалерию останется зимовать и хотя полякам это будет и противно однако ничего не сделают потому что конфедерация развяжется и войска коронные литовские будут под командою прежних гетманов 24 октября был подписан мирный договор между королем и республикой и несмотря на то дело все еще не оканчивалось 11 января 1717 года долгорукий писал Петру не извольте государь за гнев принять и высоко милостиво рассудить что многими моими рабскими доношениями ваше величество о скором здешнем примирении обнадеживал не для чего иного только смотря на здешние конъюнктуры и состояние дел однако по сей время еще конституцию окончить не могут и удерживают за своими партикулярными интересами и своевольством больше всего те которые имели в конфедерации команды и вольны были свой народ грабить также натурально во многом своевольном народе не может никакое дело скоро окончиться к тому же помогают отчасти факции шведская или щенского однако извольте и благонадежны быть что непременно в скором времени все окончится потому что не только принципалом и шляхте но и всем это разорение наскучило так же и я как возможно обе стороны к совершению примирения побуждаю петр петр хотел чтобы были употреблены побуждения самые действительные сиятельный нам любезно верный писал он долгорукому в рескрипте из Амстердама 8 января 1717 года сим вам паки повторяем дабы вы всевозможные старания прилагали дело примирения с конфедератами как наискорее к совершенству привесть и для того ежели потребно будет хотя и войскам нашим далее в Польшу и конфедератам ближе маршировать и особливо в маятности тех вступать велеть которые продолжение сего полезного дела виновны дабы таким образом их к скорейшему окончанию принудить наконец 21 января на экстраординарном однодневном сейме мир был подтвержден и саксонским войскам послан приказ выйти из Польши в 14 дней потом обе примирившиеся стороны приступили к Долгорукому чтобы велел также и русским войскам выступить к своим границам посол нашел необходимым написать к преемнику Ренову генералу Вейсбаху чтобы шел назад в Украину относительно же Боура упросил чтобы дали ему время списаться с своим двором а между тем за эту перепискою Боур может остаться до весны в Польше доносил Долгорукий царю сейм был безгласный даже и примасу говорить не позволили все предложения отложили до другого обыкновенного сейма а ежели б тот сейм был с голосами доносил Долгорукий то чаю не током об онный продолжился и весь трактат был бы опровергнут Бог знает ежели ныне надолго тот покой продолжится разве счастливо вскоре генеральный мир будет известно государь вам самим каков здешний двор и польский народ постоянен теперь меня публично благодарят говорят что долго не было бы миру потому что многие противные в конфедерации невзирая ни на какое свое разорение намерение свое хотели исполнять если бы медиация и войско вашего величества к тому миру обе стороны не принудили просили меня гетманы коронный синявский и литовский потей чтоб при он их быть по-прежнему русским резидентом чтоб не только войско и все б ведали что ваше величество изволите он их иметь по-прежнему в своей милостивой протекции тут же долгорукий сообщает любопытное известие о поведении в Польше генерала Рене незадолго перед тем умершего Рен вошед в Польшу лучших и богатых мало не всех для своего интересу освободил от обязанности содержать русское войско и всю тягость на бедную шляхту возложил шляхта жаловалась мне я много раз писал Рену тот отвечал что поляки говорят неправду а теперь после его смерти генерал Вейсбах по письму моему прислал длинную роспись всем этим освобождением изволите государь высоко милостиво рассудить как было такому знатному и заслуженному генералу не поверить вышли из Польши саксонские войска вывел генерал Вейсбах бывший Ренов корпус в Украину но с другой стороны вступил в Польшу корпус Шереметьево и расположился здесь в ожидании как пойдут дела на западе Долгорукий был в затруднительном положении сначала говорил полякам что войскам нельзя идти в распутицу должны дождаться травы потом говорил что шведы готовят сильную высадку поляки не хотели ничего слушать грубо ему выговаривали грозили посполитым рушением хотя они и не могут чего-нибудь сильного против наших войск учинить однако не было бы из того повреждения вашего величества высоким интересом доносил посол противные факции по всей Польше разгласили будто короли английские датские прусские заключают союз чтобы наши войска принудить к выходу из Германии впредь бы он их никогда не впускать и с шведами помириться без нас слухи о враждебных против России движениях на западе были основательны за столкновениями с августом польским последовали у царя столкновения и с другими союзниками но но прежде нежели приступим к описанию продолжения северной войны и ссоры Петра с союзниками обратимся к явлениям имеющим теперь важность первостепенную обратимся к внутренней деятельности преобразователя северной его северной и северной и северной и северной